Теперь мы посмотрим, как использовать желтый держатель для снимков задних зубов. Сначала возьмем блок укуса и вставим металлический стержень вот так. Потом наденем кольцо вот таким образом, чтобы можно было посмотреть в середину кольца и увидеть блок укуса. Собрать этот держатель для задних зубов, вероятно, более сложнее по сравнению с передним держателем или держателем прикусного рентгена. Потому что, когда мы переходим слева направо, нужно изменить конфигурацию. Так, давайте сначала используем держатель в этой конфигурации. Я вставлю фосфорный снимок здесь. Так, это будет для верхних правых зубов пациента. Вот так. Ленкент будет направлен отсюда. И теперь мы можем использовать эту же конфигурацию для нижних левых зубов. Это получается обратное отношение. Мы можем использовать его вверху справа, внизу слева. Или тогда, когда мы хотим изменить держателя, вероятно, самый простой способ это сделать. Надо держать все вместе вот так. Затем перевернуть блок укуса вверх и кольцо повернуть на 180 градусов таким образом. А затем мы посмотрим в середину кольца и видим снова снимок в середине. Я заметил, что для новичков это самая сложная часть манипулирования желтого держателя. Менять его из стороны в сторону. Это будет верхний левый, нижний правый. Общая, очень частая неправильная конфигурация стоит в том, когда держатель вот так почти кажется правильным, но это очевидно неправильно. Посмотрим здесь в середину кольца и мы не видим снимок в середине. И вы можете часто проявить рентген таким образом и почти захватить зубы. Но это, скорее всего, обрежет снимок и зубы. Так что это нехорошая конфигурация. Другое, что стоит отметить, это эти задние зубы, снимки, обычно делаются в горизонтальном положении. В отличие от синего держателя для передних зубов, который проявляется по вертикали, и красный вкусный рентген большинство времени проявляется горизонтально, но иногда есть потребность для вертикального вкусного рентгена. Это все. Спасибо.